Чтобы быстро вылечить простуду или ОРЗ, а также кашель, насморк, боль в горле, в домашних условиях, нужно знать некоторые нюансы. Потому как предупредить грипп, либо ОРВИ очень сложно. Чаще всего их вызывают незнакомые вам вирусы. С простудой все значительно проще. Чаще всего простуда, либо ОРЗ, это просто снижение иммунитета. При котором активируется давно знакомая вам инфекция. Причем от того, где основной очаг инфекции, зависит проявление простуды. Будет это просто насморк, боль в горле, когда инфекция находится в начальных отделах дыхательной системы. Либо появится кашель. Это говорит о том, что вы плохо контролируете инфекцию. Она пытается проникнуть более глубоко в ваш организм. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, что делать при первых признаках снижения иммунитета. Чтобы оборвать простуду, как говорится, в самом начале. Также вы узнаете простые способы лечения насморка, кашля, боли в горле, в домашних условиях. Ну и что делать для укрепления общего иммунитета. Что делать при первых признаках снижения иммунитета. Если у вас начинается простуда. Как правило, в начале появляется либо насморк, либо першение, или боль в горле. Эти признаки показывают активацию всегда находящихся на слизистых оболочках инфекций. При более активном развитии которой обычно нарушается общее самочувствие. Может подниматься температура тела в разных пределах. Усиливается потливость. Как правило, среди провоцирующих факторов стресс, общее, либо местное переохлаждение. Как часто стремятся быстро вылечить простуду? Ну, применяя местное, либо общее охлаждение. Есть мнение, что боль в горле вылечит мороженое. Нужно только успеть его съесть при первых признаках воспаления. Вот очень важно попасть именно на самое начало. Действие холода должно быть в данном случае кратковременным. После которого усиливается местное кровообращение. И повышается местный иммунитет. Ну, если вы угадаете со временем, боль в горле реально отступит. Если нет, проблема только усугубится. И это важно знать. Очень часто используют и общее охлаждение. Вернее, обливание холодной водой или даже моржевание. Здесь также важно вовремя успеть. В самом начале, пока нет значительного местного воспалительного процесса, такой способ реальной работает. Однако лишь в отношении воспаления, а не в отношении вашего иммунитета. Ведь при обработке кожи холодной водой вырабатываются стрессовые гормоны отпущенников. Которые, с одной стороны, да, подавляют воспалительный процесс. И это видят как благо. С другой стороны, то, что не видно, подавляется иммунитет. Воспаление вы уменьшаете. Но подавление иммунитета создаёт условия для новых обострений вирусных либо бактериальных инфекций. А также для развития онкологии. На фоне иллюзии благополучия в организме, такой способ, на мой взгляд, далеко не самое лучшее решение ситуации. Поэтому лучше использовать другие способы повышения иммунитета. Тоже народные, тоже известные. Это согревание организма. Ведь по первой причине, простуда чаще всего сопутствует, вернее следует за переохлаждением местным, либо общим. И логичнее было бы вернуть организму дефицит этого самого тепла. Причём согревание можно производить как изнутри, так и снаружи. Ну, наружные способы, они широко известны. Горячая ножная ванна, горячий душ, лежанка на печи, русская баня, либо финская сауна, турецкий хамам. Эти способы работают. Они давно проверены в народной медицине. Правда, их применение сопряжено с определёнными техническими сложностями. И также тут есть один маленький нюанс. Перегревание организма на несколько дней увеличивает вязкость крови. Это очень интересный показатель, особенно в связи с развитием любых воспалительных процессов, а тем более инфекций. А тем более в сезон гриппа и простуд, когда вы не знаете до конца, какая инфекция начала развиваться в вашем организме. Вязкость крови очень интересный показатель. Потому как, в случае, если простуда не будет оборвана в самом начале, любым способом, в вашей иммунной системе, как и всему вашему организму, будет не очень просто работать. Видео, как правильно париться в бане, есть на моём канале. Можете их позже посмотреть. А в этом видео будет много других полезных, в случае простуды, решений. Но как значительно эффективнее и проще, иные, также проверенные временем народные средства, это горячий чай с мёдом, чай с пряностями, жлинтвейн, ну, водка с перцем. Тоже способ поднять местный иммунитет и общий иммунитет. Основной механизм действия которых, усиление местного и общего кровообращения, быстрое согревание организма. В чём часть напитков принимается в горячем виде, однако, чтобы таким способом согреть ваш организм весом десятки килограмм, нужно уж очень много выпить. Потому температурный фактор имеет значение. Но действуют иные вещества, которые также содержатся в горячем питье. О них я расскажу прямо сейчас. Кофеин прекрасно усиливает работу сердца, общее кровообращение, ну, и за счёт чего усиливается иммунная система. Ну, как источник, чаще всего используют всё-таки чай, а не кофе. Празница между ними серьёзная. Кофе повышает кровообращение на десятки минут, а чай на несколько часов. Это важно правильно использовать, особенно тем, кто страдает веетасуистой дистонией, гипертонией, различными аритмиями, обмена дистрофическими заболеваниями суставов, остеопорозом или склонностью к нему, подаврой, у которых неправильное использование чая может вызвать дополнительные сложности. Но такие видео есть на моём канале, подписчикам проще их найти. А пока, пожалуй, самый вкусный препарат, самое вкусное лекарство, это мёд. Это прекрасный источник энергии, который поддерживает работу вашей иммунной системы и позволяет решить две ситуации сразу. В случае, если простуда надолго, если вы немножко припоздали с лечением, мёд помогает вам поднять температуру в нужный диапазон 38-39 градусов. В этом случае температура становится антибиотиком самого широкого спектра действий. Пармакологи пока не изобрели антибиотики, которые убивают вирусы, грибы, микроорганизмы. А температура резко ограничивает их активность в разных видах и помогает вам. Это в случае, если простуда затянется, но вы этого вначале не знаете. На начальных этапах простуды мёд с тёплым либо горячим питьём может через патагонный эффект дать очищение крови и быстрое выздоровление. То есть оборвать простуду в самом начале, в зародыше. Поэтому мёд при простуде не ошибётесь, польза в любом случае. Как и пряности. Имбирь, либо корица, гвоздика, либо перец чёрный, красный. Действуют они ещё интереснее. При употреблении в любом виде они дают раздражение в полости рта, горла, пищевода, желудка. и повышают местный иммунитет и защитные реакции в этих органах. Что очень важно при простуде. Да-да, желудок тоже очень важен при простуде. Если вы правильно этим пользуетесь. В самом начале простуды наибольшее значение имеет безусловно раздражение горла и полости рта. Откуда наиболее часто стартуют инфекции? Раздражение пищевода интересно в ближайшей перспективе. Как одновременно усиливается приток крови к трахеи, которая анатомически находится рядом с пищеводом. И предупреждается распространение инфекции на легкие. Ну и соответствующие осложнения. Это превентивная терапия в данном случае. С помощью пряностей вы ее легко можете провести. А раздражение желудка дает еще один дополнительный бонус. Улучшение переваривания и белков. А это более надежное укрепление иммунитета. Как и в случае этого обострения. Так и профилактики обострений ОРЗ в будущем. Правда из перечисленного списка пряностей. Это больше в мере относится к корице и перцу чили. Они способствуют обострению гастрита и язвенной болезни. Которые также могут у некоторых остановить лечение в домашних условиях. Недетский способ в борьбе с простудой алкоголь. Но это также ваш помощник быстро согреться. Все-таки алкоголь содержит достаточно много калорий. Которые легко извлекаются и быстро согревают ваш организм. Особенно если он поступает в сочетании с пряностями. И еще более активно. В теплом, либо в горячем виде. А выберите вы Гринтвейн, либо водку с перцем чили. Ваш выбор. Но это известные инородные средства. Однако важно тут учитывать один маленький нюанс. Измельченные пряности в сочетании с алкоголем более сильный раздражитель для желудка и поджелудочной. Поэтому лучше все-таки использовать настойки разных пряностей на алкоголе разного процентного содержания. Это имеет большее терапевтическое значение. Многие даже используют горячее пиво. Да, великолепно используют при простуде. Ну, правда, извините, те, кто являются борцами с использованием алкоголя в любых видах. Правда, не советую исключать натуральные кисломолочные продукты в виде кефира, йогурта. Там тоже алкоголь присутствует. Правда, в меньшем количестве. Но, тем не менее, все-таки спиться человек во время простуды не сможет. Потому как это предполагает не постоянное использование, а все-таки такое точечное. Для того, чтобы уменьшить воздействие токсинов различных микроорганизмов на организм человека. А восстанавливаться будем позже. Какие же самые простые народные способы лечения насморка, кашля, боли в горле? Ну, о чем говорит насморк? О том, что в полости носа либо придаточных пазух носа есть раздражитель. И, по большому счету, несущественно. Будет это вирус либо микроорганизм. Токсин любого происхождения либо аллерген. Ваш организм дает сигнал об опасности. Что делать? Ну, помочь справиться с проблемой. Если это аллергия либо токсин, устранение раздражителя и очищение вашего организма. Ни в коем случае не повышение иммунитета. При аллергии либо интоксикации любые способы повышения иммунитета наносят вашему организму еще больше вред. В этом случае лучше уже не лечить, чем лечить неправильно. А вот если это инфекция, да, номер один это усиление иммунитета и правильное сопровождение этой инфекцией. Как часто стремятся быстро излечить насморк? Да, есть разные способы быстро справиться с насморком. Самый надежный просто уничтожить слизистую оболочку носа. Насморк действительно исчезает. Выделять слизь просто нет, клеток нет. Но ценой атрофии слизистой и снижение эффективности работы этого фильтра. Что в ближайшей перспективе делает более опасной экологию. Ведь вдыхаемый воздух теперь хуже очищается, если вообще он как-то очищаться будет от пыли и микробов, которые легко будут заходить в органы дыхания. Более того, он еще и хуже согревается и увлажняется. Это тоже функции наружных отделов, начальных отделов органов дыхания, чтобы воздух в легкие попал, святая святых в лучшем виде. Чистым, теплым, увлажненным. Но в отдаленной перспективе повышается риск развития онкологии. Поэтому способы быстрого лечения они есть? А нихер! Сейчас я расскажу. один из самых древних способов борьбы с насморком очищение носа с помощью шнурка. Как это делают в Индии йоги. Заносятся сюда шнурок и такими движениями фокиси уничтожается слизистая, безусловно, слизь образовываться не будет, нос, носовое дыхание восстановилось. Но последствия такого лечения я уже вам рассказал. Часть врачей рекомендует закапывать в нос перекись водорода или промывать пищевой содой. Результат почти аналогичен, но сода лучше, чем перекись водорода. Чуть лучше, если использовать сосудосуживающие средства. Да, насморки, отечность слизистой носа на время уменьшаются, носовое дыхание улучшается, однако это симптоматическое лечение. В надежде, что проблема решится сама собой. Но если вы ничего не будете делать, она будет у вас хронически сохраняться. Очень рискованно закапывать раздражающие средства типа сок алоэ или колонхоя, сок лука или свеклы. Если процесс снаружи, то есть затронут только нос и любых три хода, которые есть с каждой стороны, поможет. Если есть гайморит или фронтит или этмойдит, тут возможны варианты. раздражение будет первично, вы наносите это снаружи. Если здесь будет отек, а там усиление секреции, возможно, очень неблагоприятные события в вашей жизни. И это важно правильно понимать. Поэтому, я думаю, что вот такие экстремальные способы лучше на себе не испытывать. А применять другие, также проверенные средства, о которых я расскажу прямо сейчас. Однако, если вы не станете проверять организм такими сложными способами, а просто согреете кисти рук или попарите ноги, можно просто в горячей воде, можно, если нет аллергии с горчицей, на аспорт также уменьшится. Стеклянная либо металлическая емкость с умеренной горячей водой в руки это самый простой, так сказать, детский способ усилить местный иммунитет. Просто одновременно, за счет рефлекторного прилива крови к области горла, к носоглотке увеличится количество лейкоцитов и ваш местный иммунитет. Причем очищение слизистой можно усилить промывая 2-3% раствором поваренной ливанской соли. А также вам поможет способ повышения местного иммунитета, который я опишу чуть позже, когда буду рассказывать, что делать, когда появились боли в горле. Что же вам делать, если появилась боль в горле? Ну тут шнурком от индийских йогов не обойдешься. Вам поможет другой способ йогов. А вот перекис водорода слава богу даже теоретически нет. Просто очень сложно обработать всю необходимую поверхность. А вот пищевая сода может помочь. Правда скорее в виде ингаляции либо орошений, чем при полоскании горла. Ведь называется полоскание горла, а реально полощут полость рта, языки, коренные зубы. Просто рвотный рефлекс не позволит вам обработать все места размножения микроорганизмов. Область миндалин проще промыть из перенцовки. А на заднюю стенку глотки, где также в укромном месте могут развиваться очень опасные патогенные микроорганизмы, при полоскании попадают лишь жалкие капли. Поэтому здесь ингаляция может быть содовая. Да. это пассивная борьба, направленная лишь на местное подавление возбудителя. Попытки интересные, но они только местные. В расчете, что ваша иммунная система опять-таки сделает все остальное. А проблема ведь потому и появилась, что иммунная система не так сильна, как вам того хотелось бы. Потому такая борьба может иметь затяжной характер. А чтобы ускорить выздоровление, нужно активно менять и общий и местный иммунитет. Об этом прямо сейчас. Чтобы ускорить выздоровление, нужно активно привлекать кровь к месту воспаления. Потому на постоянной основе при боли в горле появляется умеренно теплый шарф. Он ограничит потери тепла. Фитотерапевт Дерекер в позапрошлом веке предлагал более эффективный, но сегодня более экстремальный способ. Вместо шарфа предлагал использовать мужские носки на натуральной основе. Просто тогда других не было. Правда сегодня нужные носки большая редкость. Нужны носки недельной свежести. Нужно неделю носить не стирать. В этом случае ароматические вещества дополнительный согревающий мест на фактор. Правда такой способ уместен лишь при сильном насморке, когда вы не ощущаете этот аромат, только о нем догадываетесь. Насморк кстати от этого может быстрее закончиться. И восстановление обоняния индикаторы эффективности лечения. И повод перейти к более щадящим средствам. Наряду с утеплением горла важно в каждый ушной проход поместить небольшой клочок ваты. любую ткань. Не сложно объяснить механизм, но это реально работает. Боль в горле уменьшается. А на начальных этапах все может закончиться выздоровлением. В любом случае метод безопасный, доступный и достаточно эффективный. Если вам нужно больше поможет йоговская поза льва. Садитесь в позу лотос. Расслабляйтесь. Максимально возможно высовывайте язык из полости рта и издаете рычащие гортанные звуки. Знаковые моменты. Напряжение в области корня языка и низкие звуки вызывают прилив крови к области горла и носоглотки. И соответственно повышение местного иммунитета. Если был лишь насморк состояние улучшится однозначно. Если была боль в горле нужно каждые минуту две делать перерывы. Иначе подсыхает слизистая полость рта и там резко снижается местный иммунитет. А вот если есть кашель либо подсел голос такой способ может и навредить. Просто инфекция в ослабленном организме стремится проникнуть глубже. И уже есть как минимум ларингит, как минимум трахеид. Это не самые лучшие индикаторы того, как проходит ваша инфекция. Как сопровождается она правильно. Поэтому смотрите это видео дальше. важно наработки предков правильно использовать и модифицировать в соответствии с имеющейся информацией и условиями. Как на начальных этапах развития простуды пока есть только насморк либо боль в горле так и в случае стремления инфекции глубже проникнуть в ваш организм вам нужна поза льва в моей модификации. Для этого вам подойдет любая плоская гладкая поверхность на которую нужно нанести тот самый антибиотик жидкий мед. Если мед засахарился нагрейте тарелку и мед вновь станет жидким. Всего одна чайная ложка и размазать тонким слоем. Если мед слишком жидкий дайте ему подсохнуть. Что делать далее? Вылизывать тарелку языком. Вы имитируете ту же йоговскую позу вынимаете язык из полости рта максимально далеко поэтому вылизывать нужно не интеллигентно кончиком языка так не работает. А по-работой крестьянски как лопатой срезали часть меда одним движением и прозлатываете. При этом вы языком распределяете мед и на миндалины и на заднюю часть глотки. А там он уже попадет и в пищевод и где встретит микроорганизмы там им придет не сладкая жизнь. Вам подавляющее активность патогенных микроорганизмов. А чтобы сделать процедуру более эффективной вам нужен не просто мед а пряный мед. Им очень просто сделать в домашних условиях. Просто добавьте к одной чайной ложке меда одну-две капли сока лука либо чеснока свеклы либо моркови хрена либо сельдерея и ваш пряный мед готов к использованию. А использовать так же как и обычный мед. Опять-таки слизывая с гладкой ровной поверхности. Если вы не уверены в своем мультите можете сделать антибактериальный мед. Для этого подойдут 1-2 капли много не нужно к той же чайной ложке меда настоек прополиса либо цветков календовым почек тополя либо почек березы листа эвкалипта либо травы зверобоя. Все с учетом вашего вкуса и индивидуальной переносимости в плане аллергии. А носитель мед в случае аллергии на мед можно легко заменить любым густым вареньем. Важно без мелких косточек. Просто если травмируете язык как и крупинками засахарившегося меда. Почему засахарившийся не подходит пока вы его не разогреете не превратите в более-менее жидкий. В этом случае иначе если делать перерыв лечения на несколько дней. В случае развития простуды это серьезно. Потому как частота применения такого способа зависит от выраженности воспаления. Если острое каждый час-два. Просто с инфекциями им нельзя давать перерыв. Не давать передышку им плохо. Их нужно давить пока вы их в конце концов не додавите. Если профилактически один-два раза в день. особенно если вы идете куда-то где есть другие очаги инфекции например концерт школа работа тут предупрежден вооружен если горло не самое сильное ваше место повышайте иммунитет таким простым способом. Ну а если в случае простуды вы либо редко используете либо инфекция у вас досталась такая очень серьезная возможно применение и антибактериальных средств я не против их я против неправильного сопровождения любых инфекций это не так просто если ваш организм реагирует на что-то не может самостоятельно справиться помощь должна быть адекватной что делать если у вас появился кашель с ним также не стоит бороться если это сухой кашель нужно просто перевести его во влажный продуктивный кашель который очистит вашу дыхательную систему а если это влажный кашель исходно нужно лишь обеспечить эффективное удаление мокроты и когда ее отделение и кашель самостоятельно закончится это индикатор правильного завершения процесса самый простой способ перевести сухой кашель во влажный горячее молоко с медом пить в теплом виде если мокрота есть но отделяется с трудом к смеси можно добавить одну чайную ложку пищевой соды если мокроты мало можно добавить чайную ложку сливочного масла либо желток яйца либо жир борсучий медвежий не стоит лишь пить прямо перед сном просто отхаркивающий эффект может нарушить сон и не даст вам полноценно восстановиться за ночь а особенно в вашей иммунной системе репчатый лук также прекрасный отхаркивающий кашицу из которого можно принимать все с тем же теплым молоком о котором я только что рассказал только не заставляйте пить такую смесь маленьких детей можно выбрать другие средства потому как помогает и запеченный либо отварной лук а еще лучше жареный на сахаре лук только не забудьте предварительно тщательно вымять сковороду от жира чтобы не наигрывать встречу с онкологом в перспективе часто для смягчения кашля используют ингаляции над картофелем однако пары картофеля не проникают дальше горло и появляется реальная опасность вызвать ожоги не только лица но и верхних дыхательных путей поэтому такой способ не очень подходит но картофель все таки помогает в виде компресса отварной картофель измельчают и горячим помещают в мешочек через несколько слоев полотенца укладывают на область грудины по мере охлаждения количество слоев уменьшает их просто убирают приближают нагретую массу к грудине и прогревание продолжается такое прогревание повышает местный иммунитет смягчает кашель но в случае если нет склонности к буронкоспазму это важно учитывать а чтобы улучшить образование и отхождение мокроты вам подойдет отвар из яблок только его нужно правильно приготовить вначале вы должны разрезать яблоки и убрать сердцевину с косточками просто синильная кислота не самая лучшая поддержка вашего иммунитета затем нужно очистить от кожуры просто в сезон простуд нужны летние яблоки с минимумом воска на их поверхности а их не так много если вы это не делаете может нарушать работу печени вот в какой последовательности вы станете подготавливать яблоки большого значения не имеет то ли вначале косточки потом кожура то ли вначале кожура потом косточки важно потом варить их в очищенной воде с добавлением сахара не менее 30 минут до полного разваривания практически до однородной массы яблоки сами должны в таких условиях превратиться в однородную массу а не с помощью толкушки именно такой яблочный отвар нужно пить в теплом виде на протяжении дня помогает даже при бронхиальной астме не говоря уже о банальной простуде либо ОРЗ дает не только мягкий отхаркивающий эффект но и помогает очистить кишечник при лечении простуды очень важно вроде как органы находятся далеко друг от друга но их связывает кровообращение толстый кишечник это самые населенные бактериями место вашего организма где вы при неправильном питании их активно подкармливаете и эти токсины попадают в кровоток если не были отсечены на уровне печени попадают к органам дыхания и снижают местный иммунитет и при плохой работе пищеварительной системы где-то промочили ноги и получили обострение простуды чтобы сделать такой яблочный отвар еще более вкусным и полезным опять-таки пряностей вы можете банальной корицы туда немножко добавить но вначале вы развариваете яблоки потом добавляете туда корицу иначе вы получите хорошую ингаляцию для нее тот кто готовит такой отвар корица окажется в воздухе а она нужна в вашем организме очень важно для того у кого обострелят простуды чтобы корица с яблоками оказалась в кишечнике вы можете по вкусу использовать и другие пряности что делать для укрепления общего иммунитета напомню иммунитет это сборное понятие то есть состояние при котором ваш организм легко самостоятельно и без внешних проявлений справляется не только с вирусами и микробами но и с токсинами и онкоклетками такие видео есть на моем канале а также видео про первые признаки гриппа первые признаки осложнений вирусной инфекции знание которых позволит вам предупредить опасные для жизни осложнения а для этого есть видео про первую помощь при гриппе а также как правильно сопровождать грипп чтобы не попасть на осложнение а чтобы укрепить иммунитет необходимо обеспечить себе правильное питание белковой пищей напомню иммунная система критическая точка это белки разнообразные белки по аминокислотному составу чтобы собрать антитела интерферон потому как это работает у всех вне зависимости от системы вашего питания все зависит от того сколько белка в свой организм смогли внести чтобы обеспечить джентльменский набор такой знаете шведский стол для вашей иммунной системы также важно обеспечить полноценное усвоение белковой пищи на эту тему также есть видео на моем канале я не буду повторяться из обозначенных профилактических и лечебных средств можно правильно использовать средства с медом, пряностями даже алкоголь можно использовать все есть яд напомню лишь доза делает яд лекарством а на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете какую оценку поставить на это видео ставить достойного лайка или нет могут ли ваши друзья либо знакомые также посмотреть по ссылке которую вы им дадите просмотреть это видео а пока вы думаете что делать с этим видео я подумаю какое еще видео написать на тему здоровья и активного болезня для вас до новых встреч на моем канале до новых встреч на моем канале до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...